приветствую вас мои дорогие друзья с вами Лилия Донскова и мне особенно приятно вам сказать что сегодня мы ведем запись в нашем роскошном бизнес-центре oriflame в Саратов прислали новинки из каталога номер 12 и сейчас есть возможность посмотреть некоторые продукты вблизи особенно было интересно конечно посмотреть новинки это лаки для nail art и мы даже их сегодня попробуем потому что у меня как раз маникюр однотонный и я что-нибудь изображу правда никогда этого не делала с ногтями но возможно что-то получится мы посмотрим сейчас часики вблизи и еще кое-какие я это называю на самом деле это аксессуары я говорю это гаджеты которые помогают нам в нашей такой приятной работе по уходу за собой спонжики разные коврики для чистки кистей но давайте начнем по порядку в каталоге номер 12 очень соблазнительное предложение вот на эти великаны с правой стороны у меня два шампуня для волос а с левой два геля для душа объем у них 500 миллилитров это очень удобный объем потому что хватает надолго серии love nature прекрасные продукты концентрированные их надолго хватает всегда продукты с приятными ароматами и эффективные особенно вот я люблю все с авокадо и ромашкой идеально подходит такой шампунь для нормальных сейчас скажу здесь написано или нет для нормальных и склонных к сухости волос то здесь у нас идет два в одном то есть тот момент когда мы промываем волосы также идет и кондиционирование то есть уже после этого можно кондиционером не пользоваться но все же если волосы сухие путаются ломки то даже после такого классного ухода я все равно рекомендую наносить маски для волос или кондиционер потому что это всегда будет дополнительным уходом и для волос приятно например у меня волосы длинные осветленные естественно они сухие я без масок без кондиционеров никогда не оставляю их потому что это все равно что самой пить чай без чего-то вкусненького поэтому лучше баловать второй шампунь кокос и пшеница тоже не написано для каких типов волос но уже сразу понятно когда в составе такие вот компоненты как ромашка авокадо пшеница это все для волос которые склонны к сухости или нормальные если волосы жирные то скорее всего там будет лимон крапива какие-то очищающие хорошо такие компоненты которые борются с жиром с выделением кожным и так далее поэтому это для нормальных сухих волос а для тела у нас роскошные два геля один с малиной и это не просто гель когда я им купаюсь у меня есть ощущение что это в варенье свежесваренное малиновое потому что у него прекрасный аромат и на вид это выглядит как хорошее варенье с вкраплением зернышек малины потому что у малины есть мелкие мелкие зернышки и именно вот это ощущение усиливает приятные эмоции когда купаешься это что-то необыкновенное при этом он такой густой он дает такую хорошую пену очень рекомендую если раньше вы не пробовали такой гель попробуйте это что-то необыкновенное это как вот роскошный десерт для нашей кожи а второй гель для душа он нереальный просто по аромату это дыня и кокос кокосовая вода и дыня как это вкусно пахнет то здесь не будет отшелушивающих частичек то есть прекрасный эффект купания просто пенка купаешься чисто при этом очень вкусно пахнет немножко такой экзотический аромат я его обожаю особенно мне нравится всегда я беру мыло кусковое из этой серии гель для душа раньше еще был лосьон и долгое время эта серия была просто моей самой любимой всегда на первом месте она у меня стояла так далее мы с вами посмотрим давайте такие вот в мешочке они приходят запечатаны все в пленку когда вы раскрываете пленочку то внутри у нас есть потрясающие какие-то кругжочки вот такие вот маленькие спонжики для того чтобы умыться один черный другой белый то есть это для лица для того чтобы хорошо очистить кожу все это вот таких мешочках соответственно если мы говорим о том что это для умывания то всегда нужно их промывать и хорошо просушивать чтобы они не заветривались чтобы всегда было это ощущение чистоты свежести поэтому умылись промыли мыльцем аккуратненько и повесили сушить вот такие вот интересные помощники новый спонж такой классный упругий знаете что интересно черный цвет когда я увидела в каталоге я сначала удивилась черный почему черный а на самом деле когда мы используем спонж для нанесения тона то какого бы он не был приятного цвета у меня был спонж розовый персиковый зелененький бежевый бежевый кстати самый приятный потому что белый еще был потому что на бежевом так сильно не видно тон а на черном вполне возможно что тон и не будет так выделяться потому что внешний вид спонжика даже самого красивого я помню как мне было грустно смотреть на этот розовый спонж который постепенно становился какого-то непонятного цвета понятно что мы постоянно спонжики моем стараемся их содержать в чистоте потому что это же самый тесный контакт с нашей кожей но визуал тоже важен и вот стало теперь интересно попробовать черный спонж с тоном как каково оно будет девушки если кто-то уже попробовал напишите в комментариях как это выглядит понравился вам спонж или нет у него интересная форма в принципе такой формы я никогда еще не встречала обычно у спонжа одна часть либо такая вытянутая как капля либо просто идет небольшой срез здесь же мы наблюдаем что у нас с двух сторон обрезан спонж и кончик тоже срезан то есть это позволит пройти хорошо все мелкие труднодоступные участки кожи такие как носовые вот эти складки вот где глазки и при этом все-таки есть небольшая площадка где будет набираться тон потому что когда острый кончик то как-то острие прокладывается не очень удобно на самом деле мне кажется этот дизайн спонжа получит большой отклик у женской аудитории так что давайте пробовать и будете писать свои впечатления еще одна интересная новинка это такой коврик для очистки кистей даже кто-то на эфире меня спрашивал ли заказала ли ты себе такой коврик честно говоря я не заказала даже пропустила его в каталоге если честно сейчас я его увидела что я про него могу сказать смотрите он интересный то есть мы вот так держим его фиксируем между пальчиков и можем вот так вот мыть кисти то есть промывать если нужно хорошо прям прочистить кисть то конечно это будет удобнее делать с помощью коврика нежели там пальцами но это тоже вот на любителя кто любит дополнительные всякие приспособления то я думаю зайдет очень классно а я привыкла промывать кисти у нас есть специальная такая чаша для кистей мы с дочкой да там она своей купает я своей я в эту чашу наливаю теплую воду немного шампунь или жидкое мыло опускаю кисти даю им немножечко там полежать раствориться немножечко делаю такие движения чтобы там проникала хорошо пропитывался весь ворс потом все это сливаю еще раз наливаю шампунь хорошо промываю и вот пока вода уже не становится чистой только потом я прям под струей воды их еще раз прополаскиваю чтобы они прям чистые были и аккуратно стряхиваю лишнюю воду и раскладываю на полотенчик сушить у меня такая процедура купания я долго рассказывала на самом деле это все очень быстро происходит и кисти нужно мыть почаще то есть раз в неделю это минимум если вы очень активно краситесь у вас каждый день макияж и вы все кисти используйте лучше даже через день их мыть и почаще обновлять кисти вот такие рекомендации что еще нас ждет вот такие новинки можно заказать в текущем каталоге номер 12 и уже попробовать то что будет в тринадцатом каталоге а ждет нас нереальный уход за кожей с эффектом макияжа честно говоря я не такой уж везун мне пришли только маски я еще не успела их попробовать а вот такой вот заветный конверт я каким-то образом то ли я забыла заказать то ли они кончились на складе я даже не поняла вот такой заветный конверт где вся серия в нее входит крем гель маска база под макияж дневной крем крем гель для лица вот это все можно было уже заказать и если вы везунчик и уже заказали и попробовали пишите отзывы свои впечатления о новом продукте я надеюсь что мне тоже удастся попробовать его в ближайшее время потому что у нас уже в чате кто получил эти продукты делятся своими восхищенными просто отзывами и я честно говоря завидую как нормальная девочка всегда хочется попробовать что-то новенькое и у нас с вами остались часики и лаки смотрите часы приходят упакованные в футляр такой картонный мы вынимаем и здесь нас ждет коробочка темно-зеленого цвета в тон часиков вот такие вот красивейшие часы всегда интересно да и по качеству посмотрите как они устроены давайте посмотрим их вблизи а И остались у нас шесть потрясающих лаков для nail art nail art это когда мы рисуем на ногтях три оттенка идут у нас с блеском перламутровые серебристые золотистые и нежно-розовый цвет и три оттенка классических черный белый и красный и я думаю что конечно они будут очень популярны особенно среди молодежи особенно среди модниц которые любят показывать свое отличие свою уникальность через какие-то маленькие нюансы потому что такими кисточками можно самостоятельно дома нарисовать либо какую-то простую геометрию на ногтях либо вывести какие-то рисунки если есть к этому склонность да и способность потому что здесь специальные такие тоненькие кисточки которые позволяют творить да они такие маленькие длинненькие подвижные давайте попробуем как это все будет работать на ногтях начну тестирование самого активного цвета черный попробуем как это выглядит то есть можно просто какие-то полосочки проложить действительно удобно и главное много не набирать лака поставить какие-то точечки так давайте другой цвет попробуем так мне не очень удобно но в принципе ой надо приспособиться беру капельку то есть можно вот такие делать капельки и беленькие беленькие хочется добавить сюда к черному честно говоря кисточка не идеальная то есть если я бы хотела видеть остренькую тоненькую кисточку который бы я смогла рисовать тоненькие рисунки и вот на белом лаке сразу вижу эту кисть она не такая классная даже как вот была на черном то есть такая вот есть ситуация будьте готовы к тому что кисточки немножечко могут быть толстоватенькие так не докрутила лак серебристый ну на самом деле интересно мне нравится но я думаю что я бы не стала сидеть и делать вот эти рисунки просто потому что это все таки занимает время много но с другой стороны это такое творческое творческое занятие можно сверху пройтись кстати быстро так сохнет сейчас потрогаю он моментально высыхает я только нанесла и он уже быстро быстро высох этот не будет видно просто на так как ногти розовые его практически не видно он такой полупрозрачный и очень и очень светленький то есть это я сейчас пробую вот этот розовый цвет забавные вот такой у нас получился обзор я очень рада что удалось посмотреть новинки особенно мне понравились часы они действительно такие элегантные классно сделанные и я бы такие с удовольствием носила что удивительно на мою тонкую руку обычно так сложно подобрать часики а в этом случае просто идеальный размер под мою руку сделано круто ну что я желаю всем отличных покупок и пишите в комментариях что вы уже заказали или что-то вы планируете или именно в этом обзоре вы рассмотрели например такие бамбуковые спонжики не заметили в каталоге да или как я публик для кистей а может быть это спонж для нанесения тональной основы буду рада вашей обратной связи пишите в комментариях не забывайте ставить лайк и до новых встреч с вами была лилия донского пока пока